всем доброе утро друзья сегодня я покажу вам рецепт диетической шаурмы что вам поможет в принципе разнообразить свой рацион немножечко побаловаться чем-то вкусным но в то время же полезным без какого-то вреда для своей фигуры и здоровья ну и так что же нам понадобится один помидор сколько ну где-нибудь 50 грамм наверно 50-70 грамм чего тертого сыра уже такого взял голландский половину огурчика немного зелени для вкуса как нравится да и тортилья для наша для нашей шаурмы тут их сколько штук 7 наверно не 7 даже 55 до 5 но мы конечно штучки 2 наверно сделаем да но и торг я взял обезжирины хотел двухпроцентный но не было бы удивить и еще моя взял обезжирины ладно думаю не страшно ну так начнем с нарезания основополагающей нашей начиночки начнем мы с огурчиком немножко убираем будем резать помельче чтобы скажем так огурчик с творогом с помидоркой и со всем полагающим до который нас будет чтобы он сильно не выделялся вкусом ну и также сильно мелко его как на терке мы делать не будем потому вообще мы его не ощущение ощутим был ли он или нет только влагу и воду от него делал за помидором он так его на четыре дольки сделаем и потом вдоль еще аккуратненько небольшими также кусочками прошинковать клей бы уже в этом августа уже были бы свои огурчики и помидорчики тех конечно очень большой аромат идет ну прям настоящие помидоры недавно по телевизору смотрел программу там в италии приезжал ведущий но не показывали производство как это все в италии у них делается да вот и дальше укроп идет у нас и как у них это все делается и потом он привез видимо наши местные какие-то помидоры либо я не знаю может там армянский или азербайджанский откуда еще вот возят да вот так немножко сполоснуть обязательно ну так вот и дал попробовать на вкус наши помидоры итальянец конечно вообще в принципе все практически помидоры забраковал потому что вообще не чувствовался никакой вкус и запах они даже когда понимаешь помидоры ты не не отрезаешь не разрезаешь пополам да он даже без в целом виде а запах от него прям вообще просто идет очень хороший яркий такой резкий помидорами свежими все но как будто веточку думаю столько наверно будет достаточно у нас укропчиком вот и все прям вообще говорит никакой свежести то же самое в принципе было и с нашими пастами кстати у нас две пасты ему более менее нормально понравились так ну что же достаем торфилю лепешка леха называется вот у них написано есть еще как типа мексиканские они тоже такие достаточно вкусные интересные так ну что же для соуса естественно никакого майонеза у нас не будет даже в принципе мы сметану не будем использовать я буду использовать классический йогурт немножечко его буквально так ложечку провести . размажем потом после этого мы делаем берем щепоточку сыра в принципе желательно конечно помещать сыр сыпать уже на то место где у нас находится соус чтобы он сильно потом не разлетелся по сторонам мы его так скажем так и думаю тут возьмем что и укрой творог мы тоже сразу сидим потом так сейчас помещаем где-то примерно грамм 50 наверно творога но если бы опять был валаш армянский об сейчас конечно тут сделал побольше порцию просто в этой тортилью у меня есть такое предположение что она рассыпется немножечко это придавим чтобы не разлетелось хотя я думаю разлетится я конечно не мастер лаваши закрывать лаваши то еще ладно он большой как бы ну там достаточно герметично получится вот такой вещью я пока его впервые так помещаем ножка деле копчика сюда же чуть-чуть огурчиков и помидорку вот так вот так сейчас мы это будем делать в таком виде немножко закручиваем да немножко много сделал но ничего страшного смотрите если у вас есть сковорода гриль либо сама гриль можно еще конечно поместите в гриль и зафиксировать сам лаваш вот такой тон получается у нас зафиксировать лаваш на гриле будет удобней мне немножечко еще как бы самого ваша будет такой корочкой да вот ну конечно лучше до сделать ее на гриле еще чтобы она я немножко сыр подплавился я в принципе думаю так сейчас будет вкусно укропчик дается она свою свежесть и грудцом не как бы то что конечно окрошку мы едим но есть какой-то вот такой летний вкус свежесть и когда мне напоминало вот такой теплый день как сейчас туда спать галсу вот и летом после жары заходишь наливаешь окрошечки холоденькой и тут то же самое вот мой такой лайт совет по диетической шарме всем приятного аппетита